Будем решать задачи турнира математических боев имени Самина. Есть жмал партнер, который много-много лет, а именно начиная с 1860-го года, печатает статью для школьников. Это действительно замечательно, это хорошо. И в какой-то момент Сергей Иванович Томов, он живет в городе Иваново, замечательный автоксадач, он тогда учился в сфературе на Мехмате, который вот в этот момент стал проводить турниры математических боев. Идея такая. Каждое лето команды съезжаются назад в одно и то же место в Кострому, точнее, в Кострому есть такой Цудеславов, и там где-то с 25 июня по 2 июля, но на один-два дня от 2-го года проводится ставший уже абсолютно традиционным турнир математических боев. То есть в команде от 4 до 6 человек, команда, конечно, заранее начинается собираться, готовиться. Ну, там понятно, что заранее, что нужно сказать, что все связано с оплатой жилья и так далее. Важно, что для школьников и старше 9-го класса, иногда 9-го класса туда приглашают, иногда не приглашают, и не младше 5-го проводится такое исключение. В общем, я туда ездил, потом я стал проводить свои летние школы, и, соответственно, туда не перестал, чисто потому, что Цудеславович – это абсолютно советский быт, а я уже просто не выдерживаю такие мелочи, как маленькое количество душевых комнат и вот такие вот, да? То есть кормят нам хорошо, а все остальное, в смысле, мы-то там совершенно тратим. Но вы там, а вы, во-первых, молодые и сильные, вам можно 1 раз спать, а, во-вторых, что называется, вы можно ими терпеть, то есть когда из года в год едешь, это надоедает, а когда один раз можно ими терпеть книжка. Математические турниры. Выпуск 93-й библиотечный «Квант». По большому счету, у меня это как раз и есть те годы, когда я ездил. То есть, на самом деле, я потом еще несколько лет поездил, но вот, что называется, мой период закончился более-менее на этой мечте. То есть, сначала похожую книжку сделал Токарев, после этого, когда прошло несколько лет, я вместе с Токаревым, сделали вот эту прошелку. Сейчас прошло уже очень много лет с того момента. И, соответственно, есть еще прошел, вы, знаете, на «ЦНМО» можете посмотреть, шипова. Ну, в общем, захотите, найдете. Главное, турнир журнала «Квант». Каждый год печатается отчет об этом самом турнире, там лучшие задачи печатаются в журнале. Все как положено. Так вот, ребята, так вот, во-первых, это достойное дело, да, и мат-бай это всегда интересно. При одном смысле, что мат-бай не превращаются в нечестные соревнования. Бои придуманы не для того, чтобы посчитать, что вот я набрал 78 очков, а вот тот набрал 79 очков. Совершенно не в этом дело. Мат-бай – это повод собраться и решать задачи, да. И в идеале это, когда там нет проигравших, нет тех, кто плачет, потому что цель состоит вовсе не в том, чтобы кого-то унесить. Я тут совершенно замечательное вещь прочитал. У меня есть знакомый, который стал профессиональным шипотистом, мастер спорта на жахтатах. У него дочь. Дочь сейчас совсем маленькая. Но здесь, если он играет в жахтатах, то она тоже на своей детстве, например, там ходит, да. Было бы странно, если бы видеть папу суперспортсмена, и чтобы дочь никак не участвовала. Отлично. Приходит она, как будто играет, и вдруг в какой-то момент чихает. Бывает? Чихает. Соперница ей говорит, будь здоров. Это замечательная девочка. Пишет, подзывает тренера и судьи. Догадайте, какая предельная девочка? Основная девочка. Соперница разговаривает во время игры. Мешает мне сосредоточиться. Стоило? Супер девочка. Супер девочка. Отлично с вас будет. Ну, я думаю, что семья не так терпится, конечно, и она прекратит так делать. Ребята, если к ман-бая относиться с этой позицией, то ничего к нам не дам, как это будет. Потому что понятно, что если вы считаете, что вам нужно всех в капусту порубить и так далее, то никакой математики не будет, а вы станете вот такими вот злобными противными существами. Но если относиться к этому действительно как к математике, то ман-бая – это совершенно замечательный способ предупреждения. Это замечательный способ порешать задачи коллективом. И всегда, когда получается собрать действительно команду друзей, это замечательный способ. То есть, в общем-то, я сказал, как я люблю ман-бая.